Друзья, я снова всех приветствую, с вами Дмитрий Холодильников и сегодня в преддверии патча 0.12.6 хотел бы вам представить сессию вопросов и ответов с Никитой Буяновым. Было задано достаточно много вопросов от эмиссаров к Никите. Никита на эти вопросы отвечал лично в качестве такого подкаста. Сегодняшнее видео для удобства моего и вашего будет выглядеть следующим образом. Я выбрал 25 вопросов из 43 самых интересных. Я их буду зачитывать и вставлять, собственно, то, как Никита отвечает на данные вопросы. Ну и ввиду того, что обновление 12.6 должно выйти вот-вот, а установка обновления обычно занимает 3-5 часов, думаю, вам будет интересно и полезно послушать, что же рассказал Никита. Поэтому давайте приступим. Расскажите, пожалуйста, как создается родмап ввода оружия в игру. Как вы определяете, какое оружие следует добавить следующим? Что стояло за решением добавить первый буллпап, практически никому неизвестный DTMDR, когда есть гораздо более известные бренды, такие как AUK? Ну вообще, родмап как бы непосредственно ввода в игру, если кратко описать, что есть у нас план, давным-давно записанный, со списком оружия, которое выбралось на самом деле давно. В этом списке непосредственно участвуют как бы некоторые образцы из Contract Wars, чтобы вселенную поддержать. Добавить AUK, это действительно банально, а мы не банальные товарищи, мы любим делать что-то такое, что нам нравится, а не то, что там в трендах. Ну, в общем, есть этот список, затем мы непосредственно отправляем задачу, например, на аутсорс или на внутреннюю команду. Внутренняя команда делает самые сложные стволы, обычно русские стволы, ну, российские и прочее. Ну, а остальные мы отправляем на аутсорс, там делают непосредственно модель под руководством нашего оружейного эксперта Влада. Приходит модель, уже какая-то в каком-то виде, скажем, частично, без текстуры, начинается уже все это анимироваться, уже вставляется в движок, уже начинает потихонечку настраиваться. И постепенно доходят текстуры, материалы, делаются звуки, ну, и все, собственно, вставляется в движок, вставляется в игру, в админке настраиваются параметры, все происходит, происходит тестирование. Ну, и вот, если оружие, например, имеет какие-то дополнительные параметры, которых, скажем, и не было, например, как в ППШ, стрельба с открытого затвора, то это, ну, непосредственно докоживается для того, чтобы, ну, все работало. То есть, достаточно простой процесс. Давным-давно мы получили функционал барахолки. Что же насчет не менее важного аукциона, который у нас присутствует в вкладках? Расскажите, что он будет из себя представлять и планируется ли он в каком-нибудь из патчей 0.13? Я не знаю, честно говоря, будет ли он в семействе патчей 0.13. Аукцион, по сути, я даже не знаю, вот, на самом деле, нужен ли он вообще в игре. Да, он планировался, дизайн написан, но, честно говоря, я не знаю, нужен он. Ну, потому что и так, в принципе, барахолка, она уже имеет своего рода признаки даже какие-то аукциона, потому что ты можешь видеть кучу товара и цены, одинакового товара. И люди, которые выставляют следующий товар, начинают цену понижать, не в самом стимулируя тебя на покупку. То есть, в принципе, аукцион – это стимулирующий такой инструмент продажи. А планировалось как? Чтобы ты выставляешь товар, выставляешь за него базовую цену, где есть время, люди начинают делать ставки. Ну, как аукцион на ebay, короче, вот так вот. Не приходила ли вам идея перенести EFT в виртуальную реальность? Считаете ли вы такую отрасль перспективной, эдакий EFT в VR? Экспериментальное DLC в убежище, где можно будет покрутить, разобрать, пострелять несколько единиц оружия, интерактивно взаимодействовать с огружением убежища? Да, планировалось, ну, когда-то потом, сильно потом, каким-то образом заюзать VR. Будет ли переснят основной трейлер игры для релиза? Существующий с нами трейлер еще с 2015 года просто устарел. Трейлер точно не будет переснят, это будет просто отдельный трейлер какой-то на релиз. И я пока не знаю, что будет вообще, в принципе, будет ли это полноценный трейлер, именно опять CGI. Просто мы на самом деле хотели переснять это все в виде сериала. Вот сериал, собственно, серии постепенно выходит, поэтому не думаю, что будет. Планируется ли возможность выхода из убежища на небольшую локацию для личного пользования? С тиром для пристрелки оружия на дальнюю дистанцию? Или, может, локацию личного пользования, которая запланирована для небольшого начального обучения? Не знаю, честно говоря, потому что кое-что в планах есть, да, для того, чтобы была возможность пристреливать оружие на дальней дистанции. Но как это будет выглядеть, пока я пока не знаю. Как планируется реализовать зоны брони бронежилета? Тело персонажа будет разделено на зоны поражения, и у зон поражения будут очки брони? Или у нас бронеплиты будут реально защищать согласно своим физическим размерам? Мы будем делать так, что бронеплиты будут защищать нас с той стороны, с которой они есть. В каких-то упрощениях они будут работать как физическая модель, которая имеет реальные физические размеры, эти плиты. Ну так это будет работать. Капец, я криво говорю, потому что я вообще еще не проснулся. Абсолютно точную репрезентацию, вот эту модель физического повреждения и размеров плит сделать на самом деле можно. Но нам нужно же, чтобы игра еще работала, правильно? Сильно усложнять и вообще всю систему вот таким образом не очень хочется. Потому что плит много разных, броников много разных. То есть какие-то допущения будут. Но в целом это будет физическая модель. Планируется ли введение противодействия игрокам, которые используют различные платные VPN серверы? Ну и планируется какое-либо региональное ограничение для игроков, которые из Китая играют на европейских серверах? Во-первых, уже есть региональное ограничение для китайских игроков. Вообще-то Китай в принципе изолирован на своем регионе. Они используют VPN. А когда они используют VPN, игра видит это как, что они играют с Европы, например, или из России, или куда-то еще. То есть единственное, как можно это дело прекратить, это запретить VPN. Но у нас китайцы практически все. Хорошие китайцы, не очень хорошие китайцы. Они все играют через VPN. И если мы сейчас запретим VPN, мы очень большое количество игроков просто заберем у них возможность играть. Так просто это решать не получится. Планируется ли введение абстрактных ремней для оружия? Двухточечных, трехточечных, пусть и без анимаций. В реальности это позволяет очень быстро сменить основное оружие на пистолет и наоборот. В реальности это действительно позволяет сменить быстрое оружие. Ты просто отпускаешь оружие вниз, оно падает на ремень, ты достаешь пистолет. Мы будем делать подобную модель, даже без того, что там будет рендериться ремень или нет. Но мы планируем добавлять вот такую специальную анимацию для того, чтобы быстро менять на вторичку. Будет ли принципиальное отличие сектантов от простых диких и... Ничего по поводу сектантов говорить не будем. Вообще никогда, пока они не появятся. Будет ли в дальнейшем реализована механика предметов и снаряжения, находящихся в рюкзаках, разгрузке и карманах при попадании по ним? То есть, будет ли реализовано повреждение предметов, если будут по ним попадания какие-то? Честно говоря, не знаю пока. Ну то есть, нужно будет опять же все это прорабатывать, поврежденные предметы все эти делать. То есть, да, конечно, это в принципе реалистично. Возможно, что-то будет потом когда-нибудь. Скажем, тебе просто будут перманентно ломаться, портиться предметы, тебе нужно будет их выкидывать просто. И все, из которых прострелены. Хотелось бы донести еще один вопрос или просьбу, которая время от времени всплывает при игре в пати. Можно ли перенести кнопку «Готов в лобби» в другое место, а то очень часто нажимают случайно и уходят в рейд. Понятно, все. Да, у нас планируется перемещение этой кнопки. В одном из ближайших обновлений планировалось ввести внутриигровую систему репортов на читеров. К сожалению, эта тема не была обсуждена на последнем подкасте. Что-то все обсуждали там. То есть, может быть, не на русском подкасте, но на западном подкасте мы точно обсуждали. Поэтому хотелось бы услышать новость по данной теме, когда стоит ее ожидать, и сам механизм работы по возможности. Эта система планируется. Там можно будет зарепортить подозрительное поведение, зарепортить баг-абьюс, но если кто-то баги использует для преимущества своего, зарепортить плохой ник, ну типа какой-то оскорбительный ник. И еще можно будет отдельно зарепортить лагающий сервер. Но это можно будет сделать в реальном времени дополнительно, чтобы нам было больше информации. Если мы либо оперативнее понимать, что не так вообще с сервером, либо это у тебя, с клиентом. Если сравнивать текущее состояние экономики с релизным, насколько вы собираетесь усложнить или облегчить жизнь игрокам? Имеется в виду, насколько сложно или легко будет обогащаться? Будет обогащаться сложнее. К релизу мы придем к такому состоянию, что реально, чтобы обогатиться, нужно будет постараться. Обогатиться именно. Если вы хотите просто зарабатывать, ну будут достаточно понятные механики. Но если обогатиться, нет, мы против этого. Насколько является возможным на данном этапе разработки перебалансировать все обвесы в игре так, чтобы хотя бы для популярных образцов оружия было по несколько мета-сборок? Чтобы хоть немного вернуть изначальную задумку ганпорна. Ввиду того, что сейчас обычно используют одну-две сборки максимум для конкретного оружия. Короче, вопрос понятен. Еще очень много модов не вставлено. И сейчас мы потихонку уже начинаем вставлять их и перебалансировать именно с позиции того, что будет несколько модов с одинаковыми характеристиками, просто выглядящие по-разному. Так что, в принципе, да, постепенно мы будем приравнивать. Все, что будут какие-то моды, будут крупироваться по своим характеристикам, просто будет по-разному выглядеть. На данный момент спектр применения гранат сильно ограничен из-за крайне маленького радиуса взрыва. На фоне всех гранат выделяется только F1, благодаря большому шансу поражения врага осколком на расстоянии. Также визуальный эффект взрыва в игре мало схож с настоящим. Хотелось бы побольше дыма и поменьше саму вспышку. Будет ли предприниматься в отношении этого что-либо? По поводу эффекта взрыва, изначально как раз был эффект подобный арме, например, или прочего, просто дым. Но мы как бы немножечко все-таки, немножко в некоторых моментах стараемся, чтобы это выглядело художественно, приятно. Поэтому мы меняем иногда эффекты в сторону какой-то визуальной, не знаю, составляющей. В принципе, не очень похож на реально. Ну, как сказать, не очень похож. Он похож, просто там фаза, когда вспышка появляется, она сделана медленнее. То есть непосредственно сам взрыв есть в жизни, просто он очень быстрый. Мы сделали это помедленнее, чтобы какой-то хоть был небольшой эффект. По поводу количества осколков и поражаемой, поражаемой, не знаю, не соглашусь, честно скажу. Потому что у нас играли наши знакомые, товарищи, которые в реальной жизни применяли взрывчатые вещества, гранаты, в том числе. Товарищи из силовиков, так сказать. Они сказали, что вот как надо все работает. Потому что непонятно, то накроет, то не накроет. Нету однозначного эффекта, что граната, там, закинутое помещение. То есть она как минимум должна нанести такого шороху, да. Она должна всех контузить к хренам собачьим. Но вот нет такого стопроцентного именно гарантии, что ты точно с помощью гранаты зачистишь на помещение или что-нибудь еще. То есть она работает по-разному. Еще хочется отметить отдельно, что у нас гранаты работают именно правильно. Если ты ногами к ним упадешь, к гранате, то ты получишь повреждения в те части тела, которые ближе к гранате. То есть не смертельные повреждения. Чисто в теории. После релиза возможен такой вариант, чтобы у игроков появилась возможность моддинга игры. Ну или хотя бы какой-то редактор. Нет, нет. Не будет никакого моддинга, это онлайн игра. Вообще к модам я очень положительно отношусь. Я сам моддил в очень много игр до этого. Моддинг это хорошая тема, особенно качественная. Качественного моддинга из 10 тысяч модов будет там 50 модов, которые хорошо как-то себя показывают, они интересны и хорошо выглядят. Дальность тепловых прицелов была багом. Не думали вы оставить и сделать их более реалистичными, чтобы не было возможности видеть через стекло и сбалансировать их, уменьшив шанс спавна? У нас сейчас 12.6 по Че как раз есть изменения по теплокам, которые перестанут видеть, смотреть через стекла. Ну обычные стекла, именно оконные. Ну все равно там будут конечно допущения какие-то, баги скорее всего будут, как обычно. Но в целом как бы да. Но вот именно дистанцию мы пока порезали, потому что все-таки теплок это имба. Это в жизни лютая имба. И мы вынуждены их балансировать таким способом. Потом появятся еще различные варианты прицелов тепловых. И мы будем расстояние уже как-то сбалансировать в разные стороны. Вариант теплока, который видеть там далеко, но он стоит дофига. Плюс еще батарейки. Еще батарейки нет. У нас еще нет инструментала, который позволяет нам регулировать имбовость, реалистичность. У Кольта 19.11 довольно проработанная система модификации сейчас в игре с возможностью замены спускового крючка и курка. Есть ли планы на подобный более детальный моддинг остального оружия? Да, мы хотим вообще увеличивать возможность. То есть там у Калашей трубки газовые менять, ставить Магвеллы, УСМ менять. У Уэмок тоже, Магвеллы, УСМ, пины там какие-нибудь помехи. Ну короче, хотим сделать Дашу. Прям в жизни все было. Например, для 19.11 уже моделится пачка модов. Всяких курков разных прикольных, которые будут в носительном будущем. Есть ли планы по улучшению механики снайпинга, более сложная система прицелов, физика пуль, ветер и деривация? Есть. Есть вообще конкретные планы для того, чтобы сделать вообще снайперский симулятор. То есть вообще супер реалистичные всякие снайперские штуки. Новое оружие, новое поведение баллистики. Правильно, не только как сейчас. Сейчас оно упрощенное, у нас пуля падает быстрее для того, чтобы оправдать небольшие расстояния на локациях. Ну то есть да, планируется. Есть ли планы по созданию режима клановой борьбы на арене в будущем? Нет, это очень рано. Вопрос еще к клановой системе нет и арены нет. Пока нечего ответить. Каким вы видите эндгейм контент и прогресс игрока, когда игра будет полностью доработана? Все моды, квесты, локации будут добавлены в игру? Это вопрос, на который нельзя ответить просто. Эндгейм контент в игре будет. И по сути дела, для того, чтобы полностью ты сможешь пройти игру, ты сможешь сбежать из Таркова. Когда ты это сделаешь, тебе будет написано, поздравляю, вы сбежали из Таркова. И игра как бы откатывается на момент до того, как ты фалатически сбежал. То есть ты можешь продолжать играть в этом мире, устанавливать DLC и прочее, прочее. Будут ли дополнительные квесты в 0.12.6? Возможно, больше квестов для открытия разной одежды. Игрокам очень понравились подобные квесты. В 0.12.6 новых квестов не будет, они будут дальше. 12.7. 12.7 достаточно большое количество новых квестов. Открытие разной одежды, ну там тоже, да, скорее всего, мы добавим квесты. Возможно ли добавить какой-либо функционал против читеров, в том же Call of Duty Warzone добавили привязку телефонного номера к акканту игры? Вот они все, вот так или иначе, всеми об этом пишут. Во-первых, нужно понимать, что это на самом деле стоит приличных денег. Вот, и эта система, именно отправки смс. Второе, это по сути передача персональных данных телефона. То есть мы в целом, ну, рассматриваем такой вариант давно уже. Для того, чтобы привязать телефон. Вот, и честно говоря, есть достаточно большое количество онлайн игр, где уже это сделано. Но просто Call of Duty Warzone сделали из этого инфопола, да, и все об этом узнали, как будто это в первый раз. Такая тема. Вот, плюс у них фри-ту-плей. У них фри-ту-плей, им нужно это делать, потому что ты, когда тебя забанили, не так, то есть так достаточно просто снова взять себе новый аккаунт и продолжать читерить. У нас в игре, по крайней мере, нужно заплатить. Это не каждый читер может себе позволить. Снова. Плюс еще и за чит заплатить. Чтобы вы понимали, читы на EFT некоторые стоят очень дорого. То есть телефон и дополнительная передача персональных данных. Как бы игрок должен об этом понимать. Игрок должен принять это. Мы, честно говоря, вот сейчас, когда есть это введем, то мы можем натолкнуться на вот эту стену какое-то непонимание. Возможно, от каких-то игроков, которые скажут, я не хочу передавать телефон. Я не буду ничего делать. У меня игра теперь не работает. Понимаете? То есть это тонкий момент. Добавит ли Unity 2019 больше функционала для разработчиков и насколько 2019 Unity актуален для вас? Я вот тут точно не отвечу. Там очень много всего, на самом деле. Unity 2019, всяких разных вещей. Мы будем скоро переходить на него. Не так уж прям их там супер много относительно 2018. Но хватает. Я точно не скажу. Реально, я сейчас не знаю, что там. Когда добавят сюжетные квесты, относящиеся к истории Таркова? Ну, они будут добавлены точно до релиза. И для меня лично это одно из самых интересных вообще вещей. Одно из самых интересных вещей в игре, которые и делать будет интересно, и играть будет интересно. И действительно, там очень много сюжетов. В Таркове дофига сюжета. И он будет наконец-то выкладываться в виде вот этих квестов. Ну, в общем, все, на самом деле. Такое-то получился у нас сегодня Q&A. Очень я люблю вопросы. Очень люблю вопросы. Вот. Поэтому присылайте свои вопросы куда-нибудь. В общем, спасибо. Всем оставаться в хорошем настроении. До скорых встреч. Мы продолжаем пилить 12.6. Так что давайте. Всем пока. На этом, на мой взгляд, интересные вопросы закончились. Хотя внизу будет ссылка на полную статью, где вы можете прочитать все вопросы и ответы. Либо послушать подкаст Никиты в аудио формате примерно на минут 40. Но, в любом случае, друзья, благодарю вас за уделенное время. И спасибо, что досмотрели ролик до конца. Надеюсь, вы так же, как и я, ожидаете патч 0.12.6. Ожидаете вайп. И ожидаете несколько интересных фичей, которых, кстати, не было заявлено в патч-ноуте. Как сказал Никита, в 12.6 нас ожидают наконец-то стекла, работающие против теплаков. Но, господи, как же давно я это ждал. На этом пока я с вами, друзья, прощаюсь. Наберитесь побольше терпения в ожидании 0.12.6. И всего вам лучшего, друзья. До скорых встреч и пока. Субтитры создавал DimaTorzok